Всем привет! Я Донара Жуманова, сегодня в студии 7. Но Ротан уже не тот. В партию власти переименовали, а из руководящего состава вывели политического тяжеловеса. Как теперь будут работать функционеры, смогут ли по-новому? 5 часов к ряду. Киев и Москва провели переговоры. К чему пришли политики? Почему Зеленский остался недоволен встречей? И что будет дальше? Нашим стройка не под силу. В Союзе строители объяснили, почему, по их мнению, возводить здание должны иностранцы, а не мы. Что умеют первые, чего не умеют казахстанцы и, главное, почему не умеют. Во всем информационном потоке мы выбираем то, о чем действительно стоит задуматься. С нами все станет понятно. Поехали! Друзья, сегодняшний опрос потребует от вас творчества. Но Ротан, переименовали, об этом поговорим прямо сейчас. И вот мы решили узнать, какой слоган партии вы бы хотели услышать. Предлагайте, голосуйте, ваши варианты озвучим в эфире. Итак, ну Ротана больше нет. Есть Аманат в переводе с казахского – наказ, наследие, то важное, что нужно беречь. Думаю, всем понятно, что в первую очередь нам нужно хранить, учитывая происходящее, ну, конечно же, мир. Это подтвердил и президент, который тоже приложил руку к ребрендингу. Вот что сказал глава государства. Аманат – глубокое понятие, обладающее особым символизмом в истории и культуре нашего народа. Оно олицетворяет немеркнущие идеалы независимости, ценности сильной государственности и общенационального единства. Бескрайние просторы нашей Родины, которые завещали нам предки. К Нарутану в последнее время была масса вопросов. Мол, ничего не слышите, ничего не знаете, на народ не обращайте внимания. Кстати, так говорило не только население, но и руководящий состав партии. А что делать, когда у организации, к тому же, такой огромной подмоченной репутацией? Ну, либо закрывать ее, либо переименовывать. Стратегия многих менеджеров – исключить ассоциации с прошлым курсом. Плюс ко всему, на этот раз обновленная система не персонализирована. Ее не строят вокруг одной фигуры, вокруг одного имени, ну, по крайней мере, явно. Но это что касается скрытого посыла. Вот что насчет практических изменений, какие они, выяснял Адиль Болтабаев. Вот так основанная ровно 23 года назад партия сменила название в свой день рождения. Модерировал заседание новый исполнительный секретарь Асхат Уралов. На онлайн-связи были все регионы. Рядом с Токаевым госсекретарь, руководитель администрации президента и два его заместителя. Держались торжественно, но скромно. Айда Балаева даже надела часы циферблатом вниз. Видимо, в свете последних скандалов. Но от брендов вернемся к ребрендингу, хотя этим съезд не ограничился. Была критика. Президент обвинил партию в бюрократии, формальности мероприятий и отсутствии живой работы с избирателями. Мол, вопросы надо обсуждать в масляхатах и парламенте, а не на улицах и в соцсетях. И здесь важна работа на региональном уровне, считает депутат и член партии Айдос Сары. Можилис озвучивает проблемы и требует их решения от правительства. А вот общаться с народом и собирать этот список проблем должны масляхаты совместно с акиматами. Но работает такая схема не всегда идеально, рассказывает Сары. И получается, что в селении справна колонка, а виноват в этом президент. А зачем тогда партии столько людей в регионах? Лучше, меньше, да лучше, считает депутат. Может быть, и нам не нужно столько членов отношений, когда директор вступает в партию, потом всех сотрудников загоняет, от этого тоже всего надо отказываться. Лучше пусть это будет сетевой механизм, где на самом деле местный лидер местного уровня, он, допустим, объединяет энное количество людей, но людей живых. Но общаясь с народом, партийцам не стоит обещать золотых гор. Расценивать свои силы следует адекватно, говорит президент, а то одни наобещают, а другие потом отдуваются. То Каев назвал все это интересным словом – очков втирательства. Партия не должна увлекаться популизмом, обещать невыполнимое, а затем бить по голове премьер-министра и членов его кабинета, требуя нужные цифры. Так рождается скепсис и недоверие людей к партии со всеми крайне негативными последствиями. Все это вместе называется очков втирательством, которое прямым образом сказывается на социальном самочувствии людей и внутриполитической стабильности. А случается такое часто в погоне за голосами избирателей, рассказывает мажилистмен Альберт Рау. Но проблемы в регионах всегда заложена бюджетная программа, на каждый пункт свои деньги. Выше головы, что называется, не прыгнешь, поэтому обещая людям что-либо, стоит помнить, что кошелек не резиновый. Речь идет о том, давайте вот это выполним, а не надо выдумывать и обещать. Ну вот, конечно, в силу там уже опыта, да и, собственно, я всегда умел. Меня учили по молодости, когда был юным Акимом, меня учили говорить нет. Но говорить нет так, чтобы люди тебя понимали. Ну что бы в погоне за голосами не пообещать. А у тебя есть экономическая основа этого, выполнить это обещание. И так же по любому, да, по любому пункту. Кроме всего прочего, Аманату нужна молодежь. По словам президента, люди с горящими глазами сейчас вынуждены уступать место апатичным функционерам. Во всяком случае, сегодня глава государства дал понять одно – распускать партию не будут. Она продолжит работу, просто нужно довести до ума некоторые моменты. Более глобальные изменения не только в работе партии Аманат, но и всего государства стоит ожидать уже к середине этого месяца. 16 марта глава государства представит пакет политических реформ в своем послании народу. В общем, ждем. Адель Балтабаев, Ермек Махметов, специально для студии 7. Долгие годы казахстанскую исполнительную власть представляют норутановцы. По-новому аманатовцы – значки с барсом, в лучах солнца носят акимы, носят министры, носят президент. Последнее всегда было козырем в руковице чиновников. Здорово же, когда в твоей команде лидер страны. Это работает даже на психологическом уровне. Норутановцам всегда был во всем зеленый свет, остальным же партиям приходилось доказывать, что они действительно чего-то стоят. Депутат от Народной партии Казахстана, это бывшие коммунисты, Ирина Смирнова считает, что такой формат должен быть изменен. Мне кажется, самая главная проблема в том, что когда одна партия становится во власть, представители одной партии становятся руководителями всех структур государства, буквально, то есть все акимы, все чиновники абсолютно до одного должны были быть членом одной партии. Это не только кажущееся преимущество, как будто бы все люди должны одной идеей, быть вовлечены все вместе и так далее. Но это лишает возможности, вообще возможности диалога какого-то. Потому что получается, что партийная работа тогда становится очень похожа на чиновничью. И подменяется партийная работа именно чиновничьей деятельностью. И вот эта вертикаль становится в квадрате. То есть и чиновник, и партиец, и ты должен подчиняться по-любому. И эта вертикаль становится очень жесткой. Когда жесткое администрирование, всегда невозможно как-то применять свои собственные взгляды. Невозможно спорить, невозможно заниматься творчеством. Чиновник, когда он приходит на работу, он должен слагать полномочия партийные. Однако мы помним, что преимущество у аманатовцев в виде президента в команде может скоро исчезнуть. Глава государства ранее говорил, что сейчас думает над тем, оставаться ли ему председателем или нет. Решение будет озвучено к концу года. И сегодняшнее заседание партии власти было своего рода прологом. Основной сюжет того, как мы будем жить дальше, президента звучит 16 марта, выступив с посланием. Кстати, это исключение из правил, обычно оно звучит в сентябре. Но январские события скорректировали привычный уклад. И понятно, что речь президента Токаева будет меняться, в том числе в зависимости от того, как сложатся дела у наших партнеров, у Киева и Москвы. Президент и дипломат Токаев предложил воюющим коллегам посреднические услуги, отметив, если они понадобятся. И сегодня глава государства впервые высказался по поводу происходящего в Украине, а также назвал отправную точку то, с чего все началось. Давайте послушаем. Как страна, принявшая у себя саммит ОБСЕ в 2010 году, мы настаиваем на принципе неделимости евразийской безопасности. Об этом я заявил в ходе визита в Москву 10 февраля. Принцип неделимости и общности безопасности предполагает взаимное понимание на основе взаимного доверия. К сожалению, этого не произошло. Минские соглашения остались на бумаге, что привело к военным действиям на территории Украины. Пока не ясно, станет ли Казахстан в будущем площадкой для переговоров, на счет дела, как известно, предложить, лишь бы воцарился мир. Но вот вчера, например, делегации от Киева и Москвы встречались в Гомельской области, где именно стороны не уточняли в целях безопасности, которую, кстати, гарантировали именно белорусы. Вот как все это выглядело. Политики сидели напротив друг друга, с российской стороны все придерживались привычного дресс-кода, с украинской часть решила отойти. Отправил какие времена, как говорится. Встреча длилась около пяти часов, после стороны выступили с заявлениями, что они нащупали точки соприкосновения. А Зеленский же чуть позже сказал, что Украина не получила тот результат, который хотела, и подписал заявку на членство в Европейском Союзе. Сабина Тургаева о том, ответит ли Старый Свет согласием. Весь мир следил за переговорами в Белоруссии. Хотя Владимир Зеленский изначально слабо верил в успех этой встречи, попытаться все-таки решил и не зря, уверен казахстанский политолог Санат Кушкумбаев. Конфликтующим сторонам и помимо принципиальных вопросов есть что обсудить. Очевидно, что по принципиальным вопросам войны и мира пока что стороны не договорились. То есть мы не видим прекращения огня, военные действия продолжаются, более того, происходит эскалация. Соответственно, точки соприкосновения, они больше всего связаны, очевидно, с техническими моментами, вопросами. То есть они уже были где-то обозначены, то есть это обмен военнопленных, обмен данными о погибших и ряд других вопросов. Пока одни пытались договориться в Беларуси, в Киеве готовили заявление на вступление в Евросоюз. В Украине еще в 2014 году выбрали для себя этот путь развития, но официальный документ отправили только сейчас. Зеленский просит принять его страну по ускоренному принципу. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйн тоже заявляет о том, что Запад должен пойти навстречу. Однако эксперты в области политологии опасаются, что это может негативно повлиять на переговорный процесс между Киевом и Москвой. На мой взгляд, не окружение НАТО, которое является мифом или расширение НАТО, а демократическая трансформация Восточной Европы под эгидой ЕС. И есть истинная, истинная угроза для Владимира Путина. Другие считают, что Украина и Евросоюз при всем желании не могут сейчас подписать соглашение. Членство в этой организации помимо всевозможных бонусов накладывает и определенные обязательства на участника. А у Украины сегодня есть куда более важные вопросы. Именно технически, то есть учитывая все условия, это невозможно сделать ни за день, наверное, и ни за год. То есть это длительный процесс. Вопрос только в том, что этот символ, этот символизм даст возможность украинскому руководству, конечно же, подкрепить или усилить моральный дух своих сторонников. Если говорить о том, почему сами украинцы хотят в Евросоюз, то из очевидных плюсов – это безвизовый режим со всеми странами-участницами, более широкие возможности для работы и ведения бизнеса. Конечно, первое время новичкам может перейтись не сладко. Многие просто могут не выдержать конкуренцию без границ. С этим столкнулись не только украинцы, с этим столкнулась и Польша, и Литва, Латвия, Прибалтика, Румыния, Болгария. Поэтому я считаю, что туда придут другие компании, более развитые, конкурентоспособные. И украинцы смогут… Вначале, естественно, может, они проиграют экономическую такую борыбу, появятся другие иностранные фирмы. Но впоследствии, мне кажется, украинцы, они научатся конкурировать. Не все же сразу бывает. И потом впоследствии, может, появятся отечественные какие-то заводы, фабрики. Что касается следующего этапа переговоров, который ожидается уже в ближайшие дни, эксперты не советуют ждать от них чуда. Все-таки слишком долго Россия и Украина смотрят в разные стороны. Жанна Аман, Сабина Тургаева, специально для студии 7. И как стало известно, буквально несколько минут назад Европарламент принял заявку Украины на вступление в Евросоюз. И уже началась специальная процедура вступления. Я Донара Жуманова, это Студия 7. Друзья, у вас есть возможность проявить свой креатив, приняв участие в нашем опросе. Но, Ротан, теперь Аманат. Каким должен быть слоган новой партии власти? Голосуйте или предлагайте свои варианты. Интересные зачитаем в нашей студии. Итак, в Союзе строителей выступили с весьма громким заявлением. Там усомнились в том, что казахстанские безработные смогут заменить иностранцев на стройки. Все потому, что нашим якобы не хватает необходимых навыков, чтобы строить дома и красить стены. Бахрамбек Талибжанов выяснил, что такая ситуация не только, к сожалению, в этом секторе. Мой коллега поговорил с иностранными работниками и узнал, в чем их секрет. Мы на предприятии, выпускающее ковровые изделия. Здесь трудятся порядка 350 человек. Среди них трое иностранцев. Это дизайнер, технолог по производству и специалист по обслуживанию оборудования. Все они приехали из Турции и без них здесь не обойтись. Один из таких работников – Мустафа Козелер. На шимкенской фабрике работает уже 8 лет и все это время считается незаменимым сотрудником. Следит он за состоянием и исправностью дорогостоящего ткацкого оборудования. Параллельно обучает этому и местных рабочих. Свою зарплату иностранный спец держит в секрете. Говорит лишь, что оклад достойный. Если бы не было разницы в зарплате, то и приезжать мне сюда не было бы смысла. Здесь платят больше, чем на родине. Это оборудование не такое, которое можно освоить за один или два года. Я этому делу посвятил 42 года. Текстильная промышленность в Шимкенте продолжает развиваться, строятся и запускаются новые предприятия. Но на данный момент не хватает около 60 иностранных специалистов, которые бы наладили производство. В Турции таких много. Многие из них не дипломированные, но с богатым опытом. Казахстанские законы запрещают привлекать таких к труду. Сожалением отмечает председатель ассоциации казахско-турецких предпринимателей Огус Дуру. В Турции очень много специалистов, которые с молодых лет трудятся на производстве. У них нет дипломов, никаких официальных документов. Но им хватает опыта, чтобы работать специалистами. Правда, в связи с тем, что законодательство не разрешает нам привлекать таких работников, мы их не можем приглашать. Не можем им оформить визу. Какое-то время приглашали их как туристов на короткое время, но не смогли их оставить тут работать. Сейчас мы просим у государства, чтобы для подобной иностранной рабочей силы были послабления. Из года в год количество иностранной рабочей силы в Казахстане уменьшается. 2022 год не стал исключением. В феврале наши власти в целях борьбы с безработицей в стране сократили выдачу рабочих квот на 16%. Это и стало серьезным барьером для тех предприятий, чья деятельность зависит от иностранных специалистов. Кроме этого, казахстанским работодателям стало сложнее оформлять зарубежных рабочих в госорганах. В конечном итоге бизнесмены несут убытки. Обязательно у нас ту одного ошибка, ту третьего ошибка, ту четвертого. Хотя в законодательстве присутствуют факты. Если мы отправляем неправильно, они должны вернуть нам в течение одного рабочего дня. Это не работает. Они именно дотягивают до комиссии, потом отказывают. В расчет то, что предприятие может понести какие-то убытки, в связи с отсутствием данного специалиста, в расчет никто не берет. Мы нуждаемся не от того, что ищем дешевую рабочую силу. Как нас хотят в этом убедить. Просто их нет на рынке. Сегодня госорганы апеллируют тем, что в Казахстане 500 тысяч безработных, 2 миллиона самозанятых. Но дело в том, что они не обладают специальностью строителя. Они не могут делать отделку, кладку, работать с дорогой краской. Это надо уметь, необходимо учиться этому. Они не умеют этого делать. Поэтому сегодня мы получаем некачественные продукты, объекты. Чтобы покрыть дефицит кадров в стране, эксперты предлагают запустить программу обучения на предприятиях и в учебных заведениях страны. То есть иностранные работники будут на местах делиться опытом с молодежью и отечественными специалистами. А взамен государство не должно взымать с иностранцев налоги. Пока же это предложение находится в разработке. При этом в Казахстане, по официальным данным, около полумиллиона безработных, 92 тысячи человек стоят на бирже труда. Но при этом работать у нас некому. Мы спросили главу Центра развития трудовых ресурсов Улпан Шигенову, каких специалистов сегодня не хватает на рынке и, главное, почему. В избытке находятся такие квалифицированные специалисты, как социальные работники, юристы, финансисты, делопроизводители. Есть некий дисбаланс по квалификациям. Если брать ту же тему, ту же сферу строительства, это камешики, укладчики и так далее. Но на рынке их действительно мало. Среди соискателей много тех, кто хотели бы трудоустроиться на руководящей должности. Они хотят вот 500 тысяч тенге, но такую зарплату при этом работодатели могут предложить и хотят предлагать только инженерам, допустим, главным строителям и так далее. Если брать ситуацию с иностранной рабочей силой, то там, да, есть такой дисбаланс. В местной рынке труда тоже на них есть необходимые специалисты, да. Но зачастую они, как сказать, или уступают в квалификационных требованиях, или хотят слишком большую зарплату. При этом работодатели, да, у них есть выбор заплатить меньше, получить качественную работу, ну, допустим, представителям из соседних стран. Итак, сказать, что работы совсем нет, нельзя, она есть, а вот насколько соответствует ожиданиям людей, это да, вопрос. Ну, а в случае со строительным союзом, то здесь уже сам потенциальный работодатель не заинтересован в отечественной рабочей силе. А почему так? А точнее, что не так? Мы поговорили с человеком, который точно знает ответ на этот вопрос, мастером строительного участка Алмазом Алжабаем. У нас работают иностранцы из Азербайджана, из Турции и из Монголии, Киргызстана. Приглашают, потому что, допустим, если сроки поджимают на объектах, они не заморачиваются, у них там по одному звонку их позвал сегодня. Здесь человек 20-30, например, на один этаж. В целом они работают так же, как и наши казахстанцы, только есть немного различия в их работе. Это слаженность, они все за одного и все вместе выходят и работают. Не бывает такого, как бы, как сказать. Допустим, если они совершают ошибку, они на друг друга не валивают и просто вместе все делают. Также они работают качественно, быстро. Ну, наши тоже, как бы, я не скажу, что они работают медленно, но есть кое-какие минусы. Ну, бывают наши казахстанцы, ну, менталитет у нас такой у казахов. Опаздываем там. А в остальном в работе человек, если найдет свою работу, он сделает ее. В целом специалистов по отделке, по укладке найти несложно. Все майна, майна. На данный момент в нашей стране таких специалистов очень много. Главное их убедить по расценке. И возвращаясь к переменам в партии власти, чтобы понять, а быть ли изменения, мы пригласили человека, что называется, из системы Айгуль Куспан. Айгуль, здравствуйте. Здравствуйте, Донара. Скажите, пожалуйста, ну что, вы уже привыкли за эти несколько часов к аманатовцу? Знаете, мне это название прямо вот как-то сразу пришлось по душе. Слово аманат действительно святое слово для любого казаха. И оно такое вот труднопереводимое. У Олжаса Сулейменова есть поэма, Айналайн называется, где он говорит, что ни слово айналайн ты никак ни на какой язык не переведешь. Его надо просто принять душой. Слово аманат примерно такое же. Это и завет, и вот то, что оставили тебе на хранение. Например, даже если вы кому-то просто передаете словесный привет или какой-то подарок, вот тот человек, которому вы поручили это сделать, должен это сделать обязательно. Иначе он, можно сказать, попрал вот этот завет. Поэтому название очень хорошее, оно мне очень нравится. И как-то даже и привыкать не нужно. Ну вот людям я понимаю сейчас ожидания людей, что изменится помимо переименования. Вот, кстати, президент тоже говорил, дело этим не ограничится. Чем аманат будет не похож на Нур-Утан? Что будет? Ну, президент сказал, что нужно сейчас работать как можно больше над безопасностью страны, над благополучием граждан. Вот эти две вещи в условиях геополитической турбулентности, о которой он говорил, в условиях санкционного противостояния, эти две вещи сейчас самые главные. Сохранить наше государство, которое нам досталось от предков в виде аманата, и обеспечить благополучие граждан. Потому что сейчас, к сожалению, расслоение у нас очень большое. Мы недавно ездили по регионам, в течение 10 дней каждый был в своем регионе, и это расслоение наблюдается. Оно такое вот явное. Ну вот, Айгуля, желание отдельного человека, оно на самом деле не так огромно, если ты перед системой, перед такой огромной бюрократической машиной, как Нур-Утан. Тем более президент тоже говорил, что есть сложность, неподвижный такой механизм. Вот скажите, пожалуйста, какие трудности были раньше, что хочется исправить? Это проблема любой политической партии. Чем больше она становится, тем тяжелее она поднимается. Вместе с тем, в этой ее многочисленности, ее сила, это 800 тысяч человек, если я не ошибаюсь, сейчас по всей стране, со всеми первичными организациями, районными, областными, миллионами. Ну, почти миллион человек, люди хотят от миллиона человек. Есть еще молодежное крыло, Жасотан, это тоже где-то 200 тысяч человек. Они останутся, кстати? Они останутся, да, я с ними общалась. Да, Жасотан. Название, не знаю, это уже их прерогатива, менять название или нет, но есть вот это целое большое молодежное крыло. Это огромный потенциал, его нужно не растерять, но есть, конечно, и проблемы бюрократии, о которых говорил президент, и председатель партии, и есть проблемы вот этой излишней отчетности, и даже очковтирательства. То тоже он назвал. А в чем это выражается? Ну, то есть, знаете, это всегда, когда в государственных органах, допустим, у тебя есть задача, у тебя есть огромный план работы, и тебе нужно каждый месяц писать какой-то отчет. Ну, невольно. Люди, все люди, вот, и человек склонен, как бы, там, написать, что делается в работе. Преувеличивается. Да, есть такое, да. Есть, конечно, такое, и вот от этих вещей нужно избавляться. Нужно избавляться, конечно, и от, о чем тоже президент говорил, от каких-то пустых обещаний. Вот встречались мы с населением, им говорили, вот я вам сейчас все решу, это невозможно. Мы, законодательная власть, прежде всего, мы должны разрабатывать хорошие законы. Но как члены партии, как фракция в парламенте, мы должны, конечно, слушать граждан, слушать, знать их чаяния, знать их проблемы. Вот, поэтому очень важно, если что-то ей обещать, то выполнять, иначе это сразу партию дезавуирует, девальвирует. Есть еще одна проблема, я с ней сама лично вот как-то ее прочувствовала, это такое, вот, знаете, легкое бронзовение партии, когда вот уже там, допустим, руководители партии, областные или даже вот в центральном аппарате как-то уже так себя чувствовали такими, ну, своего рода министрами, премьер-министрами в партии. На партийном уровне уже, знаете, машина специальная, уже кто-то открывает дверцу тебе, носит портфель. Вот это, конечно, этого не должно быть абсолютно. В партии все товарищи, кстати, вот слово товарищ для партии, оно не ругательное слово, оно совершенно нормальное. В Европе все члены одной партии друг друга называют товарищами. Вот, это все товарищи, все равные, среди равных. Айгуль, к сожалению, не успеваем озвучить весь список наших вопросов, Риби эфирный подходит к концу, но мне хочется с вами разобрать все-таки один вопрос. Вот мы задали вопрос нашим зрителям, каким должен быть слоган новой партии власти. Мне кажется, вам должно быть интересно. Больше половины ответили вся власть народу, а вот еще есть какие предложения. Закон, порядок, справедливость, скажи нет, но ротану. Вот как вам такие предложения? Из этих трех я бы выбрала закон, порядок, справедливость. Нам что нужно, казахам, казахстанцам, уважать закон? Нам нужен порядок, действительно. На всех уровнях порядок не разруха, а порядок в голове, как говорил профессор Преображенский. И что там? Справедливость, конечно. Справедливость, это очень важно. Ну что ж, мы будем надеяться, что так все и получится. Закон, порядок и справедливость. То, с чем будет ассоциироваться новая партия. Ну а мы проследим, конечно же, за этим. Спасибо вам большое, Гульна, что пришли время к нам прийти. Друзья, на этом все. Встретимся завтра в это же время на седьмом. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова